Террорист должен был стать смертником. Вместе с напарником они получили задание подорвать два автомобиля. В машины заложили 4 тонны взрывчатки, но по дороге к цели. Военная база недалеко от Дамаска. Самопроизвольно взорвалась одна из бомб. Да, много невиновных погибло от того взрыва. Значит, такова воля Аллаха. Они погибли за праведную борьбу и попадут в рай. В Сирии только начало джихада. Как только мы закончим здесь, на очереди Европа, Америка, Россия. Все неверные. Когда весь мир станет исламским халифатом, у неверных будет три варианта. Либо принять ислам, либо платить дань правоверным, или умереть. Террорист гражданина Ордании. Подготовку проходил на севере, недалеко от Алепа. В первую очередь его учили ненависти к иноверцам. Некий эмир Сирии Абу Самир, один из лидеров фронта Аль-Нусра. А это уже гражданин Туркменистана, Рафшан Газаков, кличка Абу Абдула. Был командиром подрывников в одном из отрядов ячейки Аль-Каиды в Алепа. Попал в плен вместе с земляками в ходе операции «Северная буря». Военные при задержании изъяли ноутбук салафита. На этих кадрах Газаков провожает подчиненного на смерть. Террорист должен проехать на заминированном автомобиле к городской тюрьме Алепа. Подорвать себя у блокпоста правительственных сил. С поставленной задачей смертник справляется. Начальную подготовку прошел под Ашхабадом в отряде шейха Мурада. После был переброшен в Стамбул. Там нашу группу встретил куратор из Аль-Каида, не знаю, как его зовут, и отправил нас в лагерь на границе с Сирией. Там нас учили делать бомбы, детонаторы, устанавливать заряды. Инструкторы были разные, многие из бывшего СССР, из Европы, арабы, из Иордании и Катара. Потом мы перешли границу и делали бомбы недалеко от Алеппо. Эмир Аббордула взял с собой в Сирию пятилетнего сына. Вот ребенок на видео, рядом с отцом. Террорист учит мальчика собирать бомбы. Говорит, сын должен продолжать джихад после смерти отца. В Сирии окончательно превращает вооруженную оппозицию в объединение радикалов-салафитов. Но противники Асада в Европе и США как будто не замечают этого и продолжают настаивать. Конфликт здесь, война исключительно гражданская. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести недели. Алеппо, Дамаск, Сирия.